Это история большой дружбы. Правда, канадцы, да не только канадцы, не теряют надежды на то, что в один прекрасный день она превратится в историю большой любви. Редко интервью Тессы и Скотт обходятся без этого вопроса или хотя бы намёка. А может, всё-таки они же, в свою очередь, не перестают с улыбкой повторять. Нет-нет, мы просто очень хорошие друзья. Мне тогда было около девяти. Тессе семь. Я помню, она была очень тихой, скромной. У неё была такая длинная чёлка, и она всё время словно пыталась спрятать лицо за ней. Я помню, Тесса очень здорово прыгала. Но когда мы только встали в пару, я считал, что разговаривать с девочками – это не круто. Как-то напрягало это. Мне кажется, мы вообще от силы два слова говорили друг другу. Ведь ты тоже не особо разговорчивая была. Да, уж, знаете, в клубе все знали Скотта. Его мама и тётя были тренерами. Его брат с кузеном тоже тренировались в этом клубе. А Скотт всегда любил навести шороху. Постоянно всех подкалывал, устраивал какие-то розыгрыши. В общем, делал всё, чтобы не заниматься фигурным катанием. По-моему, чуть ли не все девчонки были влюблены в Скотта. Мне кажется, я тоже, правда, длилась это недолго. Да, я был не самым послушным ребёнком. Просто я был готов заниматься чем угодно, только чтобы не тренироваться. Вспоминая, как всё начиналось, Скотт философски замечает – это не они выбрали фигурное катание. Это фигурное катание выбрало их, в частности, танцы. Всё шло очень логично, поэтапно. Одна маленькая цель сменяла другую, а главное – их цели всегда совпадали. Переезд в Китченер-Уатер-Лу был важным событием в нашей жизни. Мне было 13, Скотту – 15, и мы должны были уехать от родных и близких, мы должны были менять школы. В общем, было непросто. Однако мы понимали, что это было необходимо для того, чтобы мы могли тренироваться в более комфортных условиях и могли расти в профессиональном плане. Это был серьёзный шаг для нас во многих смыслах. Безусловно, ещё одним важным событием в их карьере стала встреча с Мариной Зуевой. Это было в 2002-м. Ребята тогда приехали в новый клуб на просмотр. И как раз у Тесса Скоттом был русский танец. Я не ставила этот танец, они ещё не работали со мной. Но у них была русская произвольная программа. Совершенно очаровательные дети. Вот мне сейчас трудно сказать, но почему-то я запомнила Тессу, больше Тессу. Знаете, вот Скотт, он такой выразительный, вы это можете видеть, да, такой экспрессивный, выразительный. А я вот запомнила Тессу. Она была такая нежная, такая хрупкая, такая податливая в работе. Я была совершенно очарована. Марина называет Тессу и Скотта натуральным дуэтом. Да-да, именно так, натуральным дуэтом с натуральной кемистри, той самой пресловутой химией. Сколько раз их волшебная кемистри покоряла не только сердца зрителей, но и судей. В частности, случилось это и на играх в Ванкувере, где Виртью и Мойер стали первыми в истории с североамериканцами, которым удалось завоевать олимпийское золото в танцах. Секрет столь гармоничного существования на льду во многом кроется в гармоничном существовании за его пределами. Период застенчивости и их дружба, конечно же, уже давным-давно переросла. Теперь они свободно говорят обо всем на свете, будь то новый фильм, интересная книга, да что угодно. Как признается Скотт, для них очень важно делиться друг с другом своими страхами. Вообще, я не суеверный человек. Не то чтобы у нас есть прям какой-то ритуал перед выходом на лед, но есть некоторые вещи, которые для нас крайне важны. Мы обязательно должны разговаривать друг с другом. Мы должны почувствовать, что находимся на одной волне. Мы проговариваем от и до все, что будем делать на льду. Делимся своими мыслями, ощущениями. Нам это необходимо. Так мы помогаем друг другу подойти к выступлению в оптимальном состоянии. Я наблюдала за Тессой и Скоттом, общалась с ними и думала. Ведь профессиональный спорт – не самая плодотворная почва для дружбы. Но как же здорово, что здесь случаются такие исключения. Продолжение следует... Может быть, где-то в русском языке... Спасибо. Спасибо. Привет. Здравствуйте. 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 Спасибо большое. Спасибо. 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 Замвив построили, да. Просто построили, во времяхatto. Стиль В котором Мэрил Чарли могут проявить свои дарования. Немногим спортсменам выпадает такая роскошь. Изо дня в день наблюдать за своими главными конкурентами. В одной группе с Мэрил и Чарли уже многие годы занимаются Тесса Виртью и Скотт Мойер. На наш взгляд, то, что делает Марину Зуеву поистине гениальным тренером, так это умение раскрыть в каждом из ее дуэтов все лучшее. Интересное умение показать самобытность парой. Мы с Мэрил и Тесса со Скоттом абсолютно разные. По стилю катания, да по всему. И это здорово. У Марины есть четкое понимание того, какие образы нам подойдут и как мы их должны воплотить на льду. И мы ей всецело доверяем. Кстати, у Марины Зуевой давно заведено строгое правило. Вся музыка для тренировок записана на одном диске. Сначала идут треки чемпионов мира, затем серебряных призеров и так далее. Соответственно, расположение композиции со временем меняется, и все пары стараются оказаться как можно выше в этом трек-листе. После Чемпионата мира 2013 Мэрил и Чарли вернули заветную первую строчку. Ментальная подготовка, безусловно, очень важна. Не один год мы с Мэрил учились правильно готовить себя к выходу на лед. И мы научились. Когда оказываешься на льду, ты должен полностью довериться своему телу. Ты должен почувствовать, что выкладываться на тренировках еще больше было бы просто невозможно. А значит, ты отработал по максимуму. Это, казалось бы, простая мысль придает уверенности, помогает справиться с волнением и сосредоточиться. Что ж, отличная философия. Главное, она работает. Два титула на Чемпионатах мира тому подтверждение. Дело за малым, за олимпийским золотом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова